Основными критериями для нас были и есть, и является доступность прежде всего этого строения, его современность, естественно. Эти критерии оценивала профессиональная жюри в лице архитекторов и представителей сообщества архитектурного. Естественно, принималась во внимание ценовая доступность, потому что те приоритеты, которые были обозначены губернатором, мы обязаны были сохранять. И архитекторы с пониманием отнеслись к этим показателям. Стоимость квадратного метра жилья дома по этим проектам должна укладываться в рамки 25-35 тысяч за квадратный метр. Естественно, это накладывало определенный отпечаток, но, поверьте мне, современные материалы и технологии проектирования позволяют нам работать именно в таких ценовых рамках. То есть сейчас у нас еще продолжается голосование по народному проекту. Я приглашаю всех приморцев ознакомиться с материалами на сайте администрации, поучаствовать в этом конкурсе. Победители этих конкурсов, в том числе и номинанты, уже выбранные, они найдут свое отражение в сборнике, который выпускает администрация Приморского края, типовых проектов малоэтажной застройки. В идеале целью этой всей деятельности явится то, что люди, которые будут вовлекаться в деятельность нашего принятого закона о земле, будут иметь в распоряжении достаточно исчерпывающий парк проектов, набор проектов, который бы удовлетворил как можно большее число людей, для того, чтобы оперативно начать какое-то строительство и выбрать тот дом с теми параметрами, которые бы они хотели выбрать и который бы им был по карману. Сейчас практически в еженедельном режиме проводятся совещания под руководством губернатора, в том числе по работе с муниципалитетами по разъяснению положения этого закона. Сейчас готовится и в помощь муниципалитетам нормативно-правовая база, которая позволит с 1 января достаточно быстро, оперативно и самое главное качественно решить вопросы подачи документов населениям на участие в этом законе, постановки в реестр, либо в очередь, соответственно, участие в жеребьевке по участкам, которые будут выделяться муниципалитетами в рамках предоставления этого закона, и, соответственно, до конечного этапа, когда люди получают эту землю в аренду безвозмездную на 5 лет для строительства индивидуального жилья. После того, как они это жилье построят и зарегистрируют в установленном законопорядке, данный земельный участок переходит в собственность гражданина. Это основные положения закона. Естественно, возникает масса вопросов, сейчас они в стадии обсуждения, у нас есть еще небольшое время, небольшой промежуток. Нужно с удовлетворением отметить, что муниципалитеты и главы, и руководители с пониманием подошли к этому закону, потому что это действительно закон эпохальный. Я думаю, что то количество людей, которое затрагивает этот закон, ну, скажем так, таких законодательных инициатив у нас давно не было в Приморском крае. Потому что порядка мы оцениваем емкость участников этого закона, порядка 60 тысяч семей, только в Владиславском городском округе. Участвовать в этом законе имеет право любые семьи, супругам которых меньше 35 лет, и любые семьи, у которых есть двое детей до 18 лет. То есть, сами понимаете, рамки достаточно широкие, поэтому прогнозируем достаточно большое количество участников. Процедура будет максимально упрощена регистрацией. Более того, сейчас мы пытаемся определить все-таки приоритеты для того, чтобы те, скажем так, у нас есть еще категория трех детей, которые правятся многодетным, которые уже обеспечиваются этими участками в рамках федерального закона. Значит, мы сейчас проговариваем с муниципалитетами для того, чтобы в первую очередь оперативно у нас получили семьи с тремя детьми. Возможно, на этих же участках, возможно, это будут другие участки. Сейчас мы решаем, каждому муниципалитетам по месту будут предоставлены участки и для семей с двумя детьми. Основной критерий, который позволит нам успешно решить эту задачу, это, конечно, комплексное освоение земельных участков. Для того, чтобы муниципалитетам и нам было проще решать вопрос с обеспечением инженерной инфраструктурой, дорогой, планируем, что участки будут комплексные. То есть на одном участке будет предоставляться земля для участников по федеральному закону с тремя детьми и для участников по краевому закону с двумя детьми. Конечно, везде есть свои сложности и проблемы, но сейчас, я думаю, что мы видим обратную связь достаточно активную. Естественно, и многодетных, и участников нового закона мы постоянно отслеживаем их обратную связь, общественное мнение. Для того, чтобы закон, естественно, новый, он будет каким-то образом облагораживаться, корректироваться, для того, чтобы понимание этого было. Но, еще раз повторюсь, такой общественной инициативы законодательной, которая бы затронула такую огромную массу общества, давно у нас в Приморском крае не было.